Подожди-ка, сейчас я без предупреждения пришла, а я тут не готовый. Простите, я не потиху. Сейчас мы всё это заделаем тут. Так, включиться надо. А что в таком тумане-то, сестра? Ну, там лампа, я сейчас включу. Ну-ка, давай. Вот, включила, ну, такие лампы, такие есть. Так. Слышите меня? Да я слышу, я хотел спросить, ты знаешь, что у нас всё записывается, в интернет выставляется, ты не против? Нет, не против, пожалуйста. Давай, рассказывай, чего у тебя там? Да вы сейчас сказали на занятиях про опровержение аскетического поведения, то есть монахов, что они видят, чем ближе вроде бы, как бы, к Христу, тем, что они видят себя более многогрешными. Это вот издание, это какая книга, вы говорите, что есть издание об этом? Что опровержается это, на самом деле такого не может быть, что человек видит себя, если он уже обратился к Богу, пришёл, покаялся и в духе святого. Сейчас, подожди, Лена, подойди, сиди, а то я кое-что недопонимаю. Так, мне не совсем понятен вопрос. Ну, вы сейчас на занятиях сказали о том, что если, вот вопрос был задан, что если, например, человек ближе к Богу, то он, как монахи говорят, да, вот святые, они видят себя в более греховном состоянии своей души. А вы говорите, что я поняла, может, я вас неправильно, вы меня поправьте. Вы сказали, что это не так, что человек, который с Богом, он не видит в себе вот этого, то есть он не замечает или как-то. В какой-то книге, где это можно прочесть, вы говорите, что есть издание. Вовремя, вовремя подошла. Мы только сейчас смотрели отца Андрея Ткачёва, называется «Раздражённый». Вот открой, раздражённый священник, заряди. Отец Андрей Ткачёв прямо про это и сам рассказывает. Я отвечать ничего не могу, потому что всё отвечено не мною. И об этом Андрей Кураев недавно только написал. Это всё взял их, восточное монашество придумало. Ежедневно они выискивали в себе, и заниматься больше нечем было. Надо войти на благовестие, тогда думать некогда было. Грешен, многогрешен, архигрешен, супергрешен. А ещё можно вопрос спасти, Господи, у вас? Это всё пытается показать, что я смиренный, я раскаялся, а то другое. Андрей Ткачёв говорит, ты один раз покаял, зачем ты эти пятнышки собираешь в своём дерьме мне возить? Для этого или пришли сюда? На цепочке священника водят, ой-ой, вспомнила, вспомнила, вот это, прости, вспомнила, вспомнила. А почему ты не говоришь, что у тебя, говорит, 100 любовников было и 40 абортов? Потому что лукавят люди. Это отец Андрей Ткачёв говорит, просто зарядите это, раздражённый священник. И меня попросили дать комментарий, я сейчас как раз даю про него комментарий. Что такими их сделали вы, попы сделали, привязали к себе. Я покаялся, я со Христом бесноватый был, какие грехи? И сразу же повеление, иди и благовествуй. Господь, он говорит, я с тобой пойду, он боится, как бы его демона опять не окрутили. Иди и благовествуй, домой иди. А он домой не пошёл, по всему городу пошёл. Вот и всё. И вот собирает грехи, грехи. Павел, почему свои грехи не перечисляет? Да, был, гнал. Теперь мог бы я избрал. Избрал, очистил. Пётр какой был, отрёкся. А далее всё, пошло. Я проповедую Христа распятый. Он меня избрал, он меня мыл кровью своей. Больше не надо ничего делать. Я должен только в поте лица трудиться. Выискивать точки этого, говорит, своего дерьма. Это отец Андрей говорит. Осознание есть, этого достаточно. Человек через благородность получается. Ну, вы ответили, я поняла. Смотря на то, что грех какой, он живёт во грехе, надо каяться. Речь идет о том, что если ты родился свыше, в момент рождения умер. Он умер, его нет у того человека. В общем, ты каешься. Ты покаялся в момент принятия Христа. А раз умер, что ты опять на помойку вернулся, давай покойника оживлять. А вот как вы сказали мысль, а мысль не очерняет человека, вот мысль, если ты... Мысль так, на мысли, слова и движения ответа потребует нас. Не думай, проси, считай молитву. Мысли пришли, да мало ли ещё. Моя мама проснулась, а у нас 10 ребятишек у мамы было, родила 12. Она такой сон, и так, таким словом сказала это, ну, по-деревенски просто. Меня замуж выдавали, замуж выдавали, а сама едва ходит и смеётся. Из-за кого когда-то сватали, и она там не пошла, и вот эта приснилась. Чё попало, приснится, а сама смеётся. Ну, и чё теперь, каяться? Она думала о том, нет, конечно. А сатана подкарауливала, подсунулся он. Ну, посмеялся над ним. Вот возьми, умирает Тарасий. Патриарх. И в него окружили не ангелы, а демоны. Демоны окружили и показывают свитки. Вот ты там то-то делал, вот ты тут подумал, вот тут-то ты захотел, вот тут-то другое-то. А он уже разговаривать не может. И показывает, ты наш. Вот смотри, какие харти написали. Он говорит, всё вы лжёте, ничего этого не было. Просто и понятно. Что врут они? Ничего этого не было. А вот ещё можно вопрос? Почему? Давай. Да, ещё вопрос. Вот как вы вот все свои добрые дела, вы их выкладываете, ну, рассказываете. Нам, братьям, сёстрам, да, вот как бы делитесь. А как вот тоже так же вот в писании, в духовных книгах написано, что сокровища, и если их утаиваешь, не говоришь, то они на небесах остаются. Так дело, которое я делаю тайно, у меня дела есть тайные, которые не знает ни жена, никто. А то сатана всё перевернул. А Господь говорит, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославили Отца Небесного. А как они будут видеть-то? Я ему говорю, вот мы проехали такой путь, 650 городов встречались, у нас всё сняты ролики. Ещё игру-то играть. А левая рука не знает правая. Это то, что я знаю, что тайна поданная. Милостыни ни один человек не знает. Ни один, никто. А я туда всё состояние вложил, может быть. Это Бог знает только. А может быть, ничего нету. Это левая и правая. Город не может укрыться на вершине горы. Христос говорит, а тут всё же и стоился, там города нету. Халупа какая-то, развалюха у него. Ещё ничего не построил. Они находят удовольствие меня щипать вокруг моей колокольни, бегать и мочиться. Ещё у них нету. Он ничего не может показать. А ну ты покажи. Покажи. Павел возвратился и продолжил до утра, там Евтих упал с окна. Он говорит, что Бог сотворил через него, зачем он говорит? А в другом месте говорит, я более всех потрудился. Я более был в опасностях, более в неизгодах. От лже-братьев. Зачем он это говорит? Я больше всех апостолов сделал, потрудился. А зачем? Чтобы подвигнуть других, чтобы подражали. Он говорит, подражайте мне, как я Христу. Ничего себе. А потом говорит, и подражайте тем, которые по нашему образу делают. А как время, пока я не пришла, и плакать и до конца жизни о своих грехах. Вот ещё такое же время, пока я перетерялась. Радуйся, написано. Плакать до конца жизни, это не веря в Бога. Он говорит, воззови ко мне, я услышу тебя. Не сорок раз, Господи помилуй, взывай, а воззови один раз. Я услышал, и твои грехи, говорит, как одна искра бросил за хребет себе. И она в океане Божьей любви утонула. Чего ты копаешься там? Там нет ничего уже. И он до конца всё плакал. Это не веря в Бога. Это грех. Господь через Павла говорит, радуйтесь. И ещё раз говорю, радуйтесь. Считай послание филиппийцам. А когда он писал, когда был прикован к мокрой стене, там течёт слизь, в камере сидит и пишет филиппийцам, радуйтесь. И ещё раз говорю, радуйтесь. У православных-то нет этого. Плакать надо знать где. Плакать, что ты пропустил день. Никому не говорил о Христе. Если любишь ближнего, а ближнего надо спасать. Сегодня не хлеб нужен какой-то, а духовный. Вот мы только в окрестных деревнях у себя раздали больше 30 тысяч Евангелий. Почему не сказать? Мы увлекаем людей на это? Тайны никакой нет. Люди видели, я раздаю. Тайны-то нету. А то, которые они знают, у них сказать нечего. А ты хвалишься. Я говорю, ну давай ты похвалишься. Апостол Яков говорит, покажи мою себе веру без дел твоих. А я покажу тебе из дел моих. Зачем он это говорит? Для сравнения. Что рожденный свыше. У него уже не надо ничего тратиться ни на что. Он идет за Христом и делает дела Христовы. А тот все время спотыкается, падает, кается, выискивает. Как вот отец Андрей говорит, в дерьме своем-то копаются и все. Точечки. Он правильно говорит. Только не говорит, что такими они их сделали. Ни одна сектантка, ни одна баптистка-то это не делает. Она прощена, она ликует и радуется. А это элементарно, первоначально. Значит, ты не веришь, что он тебя призвал. Ты не веришь, что родилась свыше. В чем кается, когда другой человек? За того прежнего, которым я покаялся 56 лет назад, его нету. Он умер. Нет, я думала, что может какая-то книга есть. Вы говорите, издание какое-то было. Поняла. Он умер, прежний нету. Мне уже не в чем кается. Когда я покаялся, с меня снял Господь гнет грехов моих. Он простил. А я говорю, нет, я снова каюсь, снова каюсь. Игра. Каждый день, что делаешь, в этом кайсе. Кайся в своем безумии. Что столько времени Бог давал, и никуда не пошел человек на благовестие, никого не приобрел. С пустыми руками пришел. А ты покажи, Павел, говорит, я снова в муках рождения. Да коли в вас изобразится Христос. Вот это понятно. Иди на благовестие. Иисус уходит на небо и говорит, идите по всему миру. Самый главный наказ. Почему православных не исповедует священник? Он не ходит на благовестие. Не принимайте его на исповедь. Выйди отсюда вон. Иди. Год про благовестие, тогда придешь. Мормоны это знают, а тут не знают. У них парень хочет жениться. Пришел к своему старшейшине и говорит, я вот девушку полюбил. Женись. Ну ты наш закон-то знаешь? Да знаю. Вот сейчас тебя отправляют в джунгли там. Там где-то, в Южной Африке. Два года. Приобретай людей. А тогда вернешься и покажешь, что ты сделал. Вот тогда невеста будет понимать, что это настоящий мужчина. Он рождает новых христиан. А это еретики знают, а православные ни один не знают. За 2000 лет этого не было. Как какой талант есть, скорее всего, за стены замуровать и не давая потомство, уйдет песок. А там мусульманство теперь все захватило. У одного только Пахомия Великого 11 тысяч монахов, мужиков. И ни одного благовестника. Ничего спрашивать. Понятно. Это как у старобрядцев. За 365 лет ни одного миссионера не было. Ну, видите, еще тоже, вот тут брат как-то сказал на занятиях, что люди реагируют по-разному. Когда начинаешь говорить, воспринимают как учителя. Мне недавно в Африку на миссионерство отправляли. Говорит, тебе надо ехать в миссионерство, в Африку, и там будешь благовестным. Не надо. Иоанн Хорошатский, говорили, в Китай ехать. Он поехал, когда на окраины Санкт-Петербурга. Да и ужаснулся, в каких условиях живут. Бога не знает. Вот моя миссия. Куда мне ехать, тогда все запущено здесь? Кому я могу поехать на север восстанавливать какие-то храмы? Куда крыша дома течет? А здесь не хотят слушать. Ну, в общем так. Андрей Куреев берет там, он не сам говорит, а Киприяна, архиепископа. Приводит. Это все монашеское, вот это на Востоке было. Это они все придумали. Заниматься нечем было. Еще можно вопрос? Давай. У меня сегодня в электричке женщина, они знают, что я в храм хожу, верующий. Вот, они спросили меня, вот если ребенок, мама крещеная, ребенок не крещеный, а папа против крестит ребенка. Ребенок болеет. Как записки можно ли подавать, и как стоит ли в храм подавать, а младенца об этом, ему 4 годика. И крестить, не крестить, вот они спрашивают. А почему не крестить, если верующий-то, я не понял. Ну, папа против. Он говорит, что к крещению надо подойти разумно. Вырастить, сообразить, поймет ребенок сам, когда он сам захочет, тогда его крестить. А так зачем? Ну, он не вырастет, он заболеет и умрет 5 лет, дальше что? Ну, вот я им тоже сказала, что вам лучше покрестить, потому что ребенок может болеть и умереть. Слово умереть, конечно, их сразу от меня оттолкнуло. Они не думают о смерти малыша. Ну, в общем, если по-настоящему взять, то правильное рассуждение. Потому что у православных все это фикция. Если оба веруют крепко, муж и жена, и таких же крестных дадут, надо крестить. А если не думает, не учить ничего, зачем? Он живет по-язычески, на него это не повлияет, никакие помазания на него не действуют. Растет хулиган. А если девчонка, то, говорит, на вторую букву алфавита вырастет. Ну, тут получается, что мама за, а папа против. Папа ребенка. Хозяин. Сказать конкретно нельзя, но, в общем, так, учить никто не будет, не думает. Надо подождать. Ясно. Подождать. А умрет, если так, от нас это не зависит. Так нельзя, вот конкретно, конкретно человеку. Ясно дело, об этом Дмитрий Смирнов говорит. Я, говорит, крестил, крестил 20 лет, обернулся, никого нету. Мальчишки пьянесты, а девчонки куда пошли? А еще вот хочется спросить, может, вам известно, что происходит с человеком, когда его парализовало, он вообще ничего не понимает, но он живой. То есть он вообще ничего, он покаяться уже не может, он крещеный в владенчестве. Вот. Парализованный лежит. Как его душа? Вот мне интересно вообще, тело парализовано, за ним ухаживает. Он даже дышать не может, трубку вставленную. И что? Ну, просто вот Господь это оставляет. Ну, может быть, это такой какой-то вопрос. А какой вопрос? От нас еще зависит. Лежит, но вы хотите, накормите его, нет, никто не заставит. Ну, желательно помочь ему, чтобы нормально жил. Может быть, там пролежье уже у него. Ну, помогать и все, больше ничего не сделать уже. Дело хорошее. Кто бы он ни был, если ты ухаживаешь. Но если это какой-то там наркоман, сгнивает, я думаю, что не надо лезть. Кроме сквера ничего нету. Он не кается. Умышленно тянул на себя эту болезнь. Разума нету. Он вообще, у него парализован. У нас нет разума, это ну что говорится. Вообще разума. Вот в Нидерландах там просто автаназия и все. Приезжает врач, дает ему инъекцию в вену, и все, он умер. Заснул и не проснулся. То есть вы поддерживали, если бы у нас Россия? Нет, я этого не говорю. Я говорю, в той стране так. У нас это не положено. Мы православные христиане. Ухаживать, кормить, поить, пока не помрет. Это же Божье дело, правильно? Конечно. Заботу ты куча. Спасибо Господи, рада была Вас видеть. Ну хорошо. Что-то ты наклонная, так у меня и была. И голова Богом. А у меня внук камеру свернул голову. Ну ладно, ладно. Ну с Богом. Спаси Христос. Спасибо.